Приветствую вас на канале Gamesport. Сегодня я расскажу вам историю стримера, который, казалось бы, пришел из ниоткуда и обрел большую популярность. Никоголай из мира CSGO, Тимур SkyWalker Кузьмин. Друзья, 99% зрителей смотрят наш контент без подписки. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Этим вы сильно поможете развитию нашего канала. Поехали! Тимур родился 25 ноября 2003 года. В начальной школе, по его словам, он был гиперактивным хуесосом, который бегает, ебашит все, что видит. Но до 6 класса мальчик учился на пятерке и даже занимался тэквондо. С 9 класса ему перехотелось учиться, и он скатился на тройке. Из-за определенных моментов маленький Тимур стал очень депрессивным ребенком и закрылся в себе. Скорее всего, его в тот период травмировал уход отца из семьи. Свой твич-канал под названием SkyWalker Тимур зарегистрировал, когда ему стукнуло 15 лет. Этот никнейм получился так. Сначала стримеру понравилось слово Sky, и он хотел придумать какую-нибудь рифму. Получилось SkyWalker, а Walker пришло как-то само по себе. Как объяснил сам Тимур, его ник «Небо. Почему гулятель» означает вопрос, схуя ли он гуляет на небе. Через год он создал свой Steam-аккаунт, однако в CS GO начал играть только в 2021 году. С того момента Тимур наиграл 3000 часов в CS, а апнул 3600 элла, что является очень крутым результатом. Сейчас у него 1.25 кд на Faceity и 25 авг, и это при том, что большинство игр SkyWalker играет в соло. Так откуда же взялся этот персонаж, и почему вдруг стал известен? Ответ на этот вопрос знает не каждый. Даже я, готовясь к этому выпуску, понятия не имел, что это за человек и почему о нем все стали говорить. А ответ кроется в популярном мобильном сервисе для создания и просмотра коротких видео — TikTok. 4 апреля 2021 года наш герой выложил свой первый короткий ролик. Примечательно, что он был даже не по CS GO, а по Dota 2. Тикток залетел на сотни тысяч просмотров. Тимур заинтересовался этим и через месяц попробовал выложить второе видео на свой канал уже по тематике CS, и оно набрало 1 миллион просмотров. Глупо было бы оставлять это дело, и Sky начал потихоньку по одному ролику в месяц вести свой канал в ТикТоке. Но не придавал этому особого значения, несмотря на то, что ролики частенько залетали на миллионы просмотров. И только в ноябре 2021 года, поняв, что к ТикТокам у парня реально есть талант, SkyWalker начинает практически ежедневно радовать своих зрителей роликами по CS GO. Основной его контент — хайлайты из игр на Faceity и, наоборот, неудачные и веселые моменты. И те, и те видео, судя по просмотрам, очень заходили зрителям. Особую популярность собрал клип с трансляцией сингла. Его посмотрели больше пяти миллионов раз. На нем SkyWalker в своей манере вышел с Prefire'а и убил лучшего снайпера мира с одной пули, на что Александр очень сильно сгорел. С ТикТоком понятно, но на Твиче-то у него неоткуда столько зрителей. Дело в том, что примерно в это же время Тимур начал вести трансляции, где он играл в Faceity и общался с чатом. И под каждым своим роликом в ТикТоке он оставлял ссылку на Твич-канал. Естественно, что за 2-3 миллиона просмотров на ТикТоке к нему на Твич каждый раз переходило определенное количество зрителей. Но не все так просто. Одно дело перевести аудиторию с одной площадки на другую. И совсем другое дело ее там удержать. И в этом наш герой оказался очень хорош. Тимур харизматичный. Он обладает прекрасным чувством юмора и постоянно ноет. Совокупность этих факторов не то, чтобы просто удерживала зрителей на его Твиче. Средний онлайн постоянно рос и растет до сих пор. Если что, не запрыгнул, потому что я на А увидел бомбу. Я в конце нажал S. Блять, вот сейчас реально, сейчас без пиздежа нахуй. Я S отжал, потому что бомбу на А увидел. Фул инфа, блять. Сто процентная нахуй. Он и на азер левел. Сейчас удивлю оппонента. Но на одних стримах игр Фейсета Тимур не остановился. Он обладает большим талантом и активно использует его в медиасфере. Например, он создал и активно продвигал свою группу в Стиме под названием Абсолют, что является отсылкой к любимому аниме Тимура «Баскетбол Курок». Помимо «Баскетбола Куроков» в Топ Скайе также попали «Тетрадь Смерти» и «Атака Титана». За год существования группа собрала 200 тысяч участников. Представьте, какую популярность Скайе добавил тот факт, что 200 тысяч человек в PSGO бегали с клантегом его группы в Миге. В 2021 году Тимур закончил 11 класс, сдал ЕГЭ и поступил учиться на программиста. Одно из предпосылок его поступления стало то, что Скай хорошо играл в баскетбол и подумал начать играть за сборную своего университета. Но в начале 2022 года он начал активно стримить и выкладывать тиктоки. Аудитория росла, а желание учиться в ВУЗе и продолжать карьеру баскетболиста у небесного гуляки не было совсем. К тому же Скай Вай Уолкеру очень не повезло с группой. 17 парней и 0 девчонок, из которых 10 игроки в Genshin Impact. А один из них отличился тем, что приходил на пары в костюме горничной и с хвостом, торчащим из жопы. Все это привело к тому, что Тимур перестал посещать занятия и уже готовился приказ о его отчислении. Но Скай придумал, как выйти с Сухим из воды. Он пришел в университет, сказал, что у него сложности в семье. Ушел отец, и ему нужно пойти на работу, чтобы обеспечивать семью. И попросил Академ отпуск. Академ ему дали, но мать Скайуокера осталась недовольна. Она хотела, чтобы сын закончил ВУЗ и получил образование. От мамы Тимур до последнего скрывал, что он стримит на Твиче. Говорил, что работает в интернете. Объяснял он это так. Я ей психику сейвлю, блядь. Она зайдет же, увидит мой стрим, услышит, как я общаюсь, все пизда. Ее мечта в адекватном сцене, блядь, разрушится нахуй. Но однажды каким-то образом мама Скайа узнала о том, что он стримит, и спросила у Тимура его ник на Твиче. На что стример дал резкий отказ и до сих пор не называет ей свой псевдоник. Весь 2022 год стример активно колладывался с известными личностями. Он успел поиграть с Джеймом, Мега Рашем, Фандером, Шэдоу Рейзом, а затем даже попал в тусовку фриков и катал вместе с Эвелоном, Симплом, Аункером и Строго. Симпл не оставил без внимания плохую игру Скайуокера и не упускал возможности указать ему на это. Игру с Симплом Скайуокер тоже не оставил без внимания. По его словам, ему было некомфортно играть в одной команде с украинцем из-за постоянного пиздежа последнего. Я не нервничал, когда играл с Симплом, просто с ним в команде создается нагнетающая атмосфера. Когда он комментирует каждое действие и хочет, чтобы ты сыграл так, как он говорит. Я просто не могу так, я лучше сам сыграю, даже если в итоге сделаю хуёво. В марте прошлого года в жизни нашего героя происходит трагедия. Из России уходит ТикТок, основная медийная площадка Тимура. Но он не сдавался, не падал духом и переключил свой фокус на Twitch. Продолжил коллабиться с известными игроками и вести свой телеграм-канал. И какой итог? За 11 первых дней этого года Скай только с донатов заработал 340 тысяч рублей. А добавьте к этой сумме все рекламные контракты, и доход Тимура в месяц сейчас вполне может превышать 1 миллион рублей. Скайбай Уолкер — отличный пример того, что какие бы сложности не подкидывала тебе жизнь, если ты будешь верить в свою мечту и не сдаваться, то сможешь сам определять свою судьбу. Сейчас средний онлайн на стримах Тимура только растет, как и его Элла. Посмотрим, куда это его приведет, но и на данный момент он является хорошим и веселым игроком, на трансляциях которого приятно проводить время. Пишите в комментарии историю какой личности вы бы хотели узнать следующей. Ну а я с вами прощаюсь, еще увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok